продолжение разговора с игорьком значит так купили ему вкусняшки некоторые это его блин хоть сутки снимаю все интересно рассказывать значит что я говорю своему этому начальнику я говорю да идея это хорошо да идея то что там павшие были там в этой праздновой не там да знаешь там воевать там с фашистами туда-сюда я говорю это все нормально это все конечно хорошо я говорю ну а где деньги то я говорю как мне зарплату там выручку что мне ну позапать будет за это правильно этот мне ты говори сынок работой говорит работой вот а мы так сделаем что говорит у тебя конечно будет денег и не будет да говорит но ты будешь верить как в это как ну там социалист ха-1 он за читом не социалист я говорю какую я буду социализм я говорю я я говорю я прихожу я говорю домой домой да вот у меня я горю дома у меня вот как кроме я не знаю ну поесть понимаешь вот кроме там понимаешь какой-то там я не знаю ну курицы там да ну друзья там помогают ладно и они молодцы как бы они хорошие люди они меня знают самого детства каждый ну ну сам понимаешь ну на районе как на районе вот а ты понял что я говорю ну и какая прибыль от тебя то есть он мне там дал какую-то эту карточку я же вот снимай деньги с карточки мы тебе через месяц будем перетисать да я снимал как карточки деньги я там то и это было дело да я всех там поил кормил я говорю я говорю ну и чего дальше то я говорю а дальше что будет извините говорит а ты говорит во владимирскую область говорит не поедешь на завод наш завод это у кб переводится я говорю куда во владимирскую область а почему а потому что у нас говорит гальваника пескоструйка и как гальваника пескоструйка и вот это все короче все вредное но оборонное производство она же ведь вредная же правильно потому что там цеха все вредные это грубо говоря ты работаешь на пескоструйки там да там вот работаешь там на на гальваники там да вот или работаешь неважно там слесаря ну мэр города дал такой указ чтобы все вредное производство с территории города было убрано потому что действительная когда металл пескоструйл да я вот эти вот вредные выбросы от железа там от песка они выходили куда на улицу правильно а там вот рядом там люди ходили а это было вот там вот рядом это вот на правде да было вот на по да на улице правда там вот стоял завод то есть грубо говоря то есть вот и я когда значит сказала начальнику я ухожу этот мне ночью ты уходишь ты не уходи ты не бухай он вот когда вот у меня бутылку пива там или чего-то увидит да он ее брал вот так вот да это вот бутылку пива да и он ее просто выкидывал я говорю ты чё делаешь нет ну на работе почему может быть был выбрал на работе мол он был прав он бы прав да да я я не хочу спорить он был прав на работе правильно ну ты чудес ну на работе нам там спутники надо делать теплообменники для для поставки в индию потому что только потому что вот это наше все производство но для нас не производится она производится для американцев для индии для там европы и потом оттуда вот там деньги получают с этим там за раз зарплату но как какую-то гребаную карточку грубо говоря то есть но это экспорт то есть грубо говоря то есть вот наши самолеты они летают на говне потому что грубо говоря только по одной простой причине потому что там вот например то что действительно эксплуатируется туда на запад на запад я говорю на запад там это все наша космонавтика там авиация ну я так и сказал начальнику я говорю меня это не волнует потому что мне важна зарплата потому что вот у меня дома мама братом соседи туда-сюда мне но мне деньги нужны мне там еще какую-то идею социализм там какой-то втирали я говорю я говорю что у меня ваша идея мне жирать то нужно правильно что-то согласен вот что-то надо домой что-то это вы там ну я конечно ну короче я не кляну завод не кляну я не кляну никого потому что я знаю что это действительно оборонное производство и без него если например наши сотрудники страны не будут за нас заступаться нас замочат китайцы знаешь почему потому что арава китайцев давно хотят захватить наш дальний восток там и вообще как бы но сибири да они начинают а потом их же много им же кушает и ведь охота правильно вот и они как бы хотят у нас захватить ну ну не так чтобы там наш войной но постепенно там знаешь они что-то делают коронавирус когда вот например они запустили они хотели от чего вообще появился коронавирус знаешь от чего когда китайцы хотели растворить в глубине океана нефте отходы у них же ведь нефти нету они вот хотели хотели в глубине воды океанов растворить нефте отходы чтобы добыть из этих нефте отходов себе жилу вот а потом когда как бы вот эти вот все вредные испарения из океана со дна океана но пошли вверх как бы вот вышла вот эта болезнь потому что хотя они там сказали что и их там европа зародила это все броню было потому что потому что вот эти вот вредные испарения которые выходили из глубоке она они выходили вверх и вот оттуда вот вирус этот вышел на самом деле это не вирус это это как сказать это нечто такое чтобы как бы человек сам да как бы вот он вот идет например по улице там да там с кем-то общается да это личное каждого делать человека как бы когда естественно вели маски и перчатки да это как бы на самом деле хотели сделать совсем по-другому хотели просто значит запретить всем выходить на улицу и объявить карантин но потом умные люди вели маски с перчатками это не зря потому что люди они хотели как они вот хотели ну кому-то же ведь надо же ведь там да там может быть учиться там да кому-то надо работать правильно что делать правильно то есть коронавирус запустили то есть вот и люди боялись выйти на улицу да я был тоже на карантине я был тоже но ты знаешь что сейчас тоже карантин или карантин но дело не в этом дело даже не вы не в самом я хочу сказать карантине дело в том что у меня вот все соседи по дому уже переболели этим коронавирусом один заразил другого соседа другой заразил другого соседа они уже все переболели и они живут нормально они работают между прочим в милицейских спец структурах и никто не жалуется то есть вот и мне даже вот было интересно одно что вот например вот даже я не знаю но среди там вот население да например кто-то болеет например до хроническими заболеваниями да но все же мои люди правильно кого-то что-то из болезни есть это правда вот но я хочу сказать сказать одно и общее то есть как бы ни один человек вообще не может болеть ничем кроме того что он наделила его сама природа вообще потому что у кого-то слух у кого-то может быть зрение ну не важно что то есть водолксоза может быть болеет там не знаю там не знаю там тем и другим но но не бывает такого но и такого не может быть то есть брать это в общую идею нельзя нельзя потому что это интимная личная каждого отдельного человека правильно это личная но твоего правильно вот им там но альтернативная как версия масок и перчаток и перчаток это хорошо чтобы просто людям ну как указать могли общаться друг с другом потому что если мы общаться не будем тогда мы тоже пропадем правильно ну правильно конечно то есть указывать человека есть в жизни заболеваниям каждого есть свои личные проблемы то есть и это конечно все не разглашается вообще но я хочу сказать одно что даже если вот например кто-то чем-то болеет даже пускай он будет там депутатом да пускай будет крутым человеком вообще то есть все равно все все равно это все личное его потому что неважно у кого там какая была болезнь это неважно короны вирус там был или что-то еще но альтернативная конечно логика как бы альтернатива это маски и перчатки это хорошо потому что чтобы люди могли хоть как-то видеться там общаться там да то есть вот потому что если бы альтернатива бы не было да согласен а это ну а ты сам болел коронавирус вот у меня нет так тоже таких знакомых потому что я я думал хоть ты не даже ты не болел я бухать а сколько ты выпиваешь в день алкоголь и для с самого детства любил выпить много пива с самого детства много пива я не понимал что выпить стакан пива я любил выпить бутылку пива или например там хотя бы два литра пива кушай-кушай не торопись я любил там когда выпить закусить туда-сюда и просто там когда у тебя сейчас нету в планах там устроиться на работу сделать себе прическу там привести себя в порядок побриться подстричь ногти там я не знаю чтобы были какие-то минимальные деньги как ты на это все смотришь или пока лето нафиг не надо да мне как бы предлагали до работу и в рабочих домах рабочий дом это добровольное рабство я считаю ну да вот но я хочу сказать сказать одно что это бери временный был заработок то есть когда-то я до в одном рабочем доме это был город подольск не ранее до значит я вот отсюда он если ехать этого платформа дмитровская дмитровская да в ту сторону но и чего мне дали там не помню сколько 500 рублей но я им так сказал и чего я вот эти гроши понесу домой что ли то есть ты отработал там сколько в них ну где-то три дня три дня за три дня те дали 500 рублей да это мало конечно мало это очень мало а ты вообще ну понимаешь цену деньгам что такое 500 рублей что можно сделать сколько пилом у таких вот полторашек можно купить на 500 рублей вот таких пить крепко но сколько сколько таких бутылок на 500 рублей выйдет примерно 1 2 я не знаю ну нет вообще ты как бы ориентируешься в ценах примерно сколько такая бутылка стоит ну примерно плюс-минус там 30 40 рублей 150 рублей ну здесь она в этом магазине дешевле а так в других магазинах да и до 150 здесь она по акции там я сейчас покупал по моему там что-то около 100 рублей меньше 100 рублей то есть пять 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 бутылок пиво ты заработал за три дня представляешь как мало но это в общем как рабочий дом но как вот например они придают логатый курить будешь у меня есть куда-то дает не доставая да 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 ну уж ну я хочу сказать одно есть конечно нормальные рабочие дома есть не очень есть такие вну конечно чтобы работать например где-то на заводе я вот не знаю я вот одного даже если ты если ты работаешь в рабочих домах я тебе могу посоветовать где платят если все нормально потом нельзя бухать если все нормально тебе будут платить 800 где-то в среднем рублей в день плюс ты там будешь жить и там очень хорошо кормят но убой кормят это и есть есть такой дом вот я там лично был но это было лет восемь назад нет 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 он до сих пор существует он работает от церкви емельян может быть слышал такого но и что да но но я был за зерна есть очень хороший дом где у меня есть не то чтобы связи а знакомства это наша шереметьевская отсюда это где но и емельян да 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 с емельяном я встречался он мне сказал не ходи в рабочие дома оставайся в но и но в но и я пробовал в но и как там формы вроде нормально я там у него нет нету не долго работал то есть это но это ну как сказать это ну грубо говоря организация которая объединяет все но и то есть вот но у него много домов до него это емелья вот и него мне правду задачу сказал что в рабочих домах забирают документы и так оно и у меня забрали трудовую книжку спас это вот так где был в подольске это я был в петербурге а в петербурге петербурге у меня забрали трудовую книжку с паспортом меня забрали я у них чуток спросил ребята ничего то есть вот но грубо говоря вон тебя сейчас нету документов ну как нет я потом к штамм паспорта восстанавливал трудовую тоже но все равно знаешь как-то обидно знаешь ну забрать документы все понимаешь а потом тебя оставить вообще буквально без документов и потом тебе сказать что что якобы там у нас петербурге москвичи не принимаются понимаешь потому что там у них но для тебя мы сделаем исключение ну да да как бы москвичи петербурге они они конечно ценятся потому что там есть многие работы где действительно нужные люди нужны а так если честно знаешь но временно нужные люди а потом там ведь люди ведь как кто-то из грубо говоря из москвы там да кто-то я откуда-то еще там но там как сборная людей то есть в том же петербурге потому что коренных ну питерцев там уже нет понимаешь это нет может быть они есть может быть есть я точно не знаю может быть они есть но они конечно там не знаю но мне к карту уже их нету потому что все ведь меняется да то есть потому что петербурге например кто-то там приедет из саратова да кто-то приедет из москвы да кто-то приедет например из воронежа там да там или еще откуда-то может быть там даже не знаю как вот у нас час здесь в тайце многие приезжают там из киргизии да и еще там откуда-то то есть я не знаю но это уже как сказать это уже как бы ну считается не города как мегаполис вот мегаполис это мегаполис это значит как бы не то чтобы город это просто масса населения много национальная да значит грубо говоря она туда приехала и вот это получился не горда как бы мегаполис да как бы москва это тоже мегаполис потому что здесь много как бы национальности действительно суда приезжает но я хочу указать одно что все равно как бы здесь в москве у меня там но похоронено очень много родственников и они все ну ты родился москве да они все коренные москвичи я хочу сказать что как бы как бы я ненан я нен я нен я не я сам не националист нет все мои даже предки которые лежат сейчас ну под гробом они все воевали против национализма я хочу сказать что как бы одно что даже не знаю даже если например там я конечно не можешь ты выразить свою мысль да мысль да полностью не мы не могу свою выразить но я хочу сказать 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 одно что что даже например если например ну давай о чем я бы я понял давай о чем земном земном тогда тоже куда-то попер философию ну вот элементарно я опять же возвращаюсь к нашим как говорится баранам вот в своей жизни ты хотел бы что-нибудь изменить на данный момент на данный момент в своей жизни грубо говоря какие-то мечты перед мечты есть перед сном мысли какие-то вот что вот стал бы я завтра утром и было бы вот так вот так вот нет так оно все равно не будет потому что но на сто процентов может быть не будет но мы сами строим да свою жизнь самостоятельно да но все равно мы как бы живем вместе в одном городе я хочу сказать что все равно что как как бы мы плохо или хорошо бы здесь бы не жили все равно ну как бы наша мечта наши вот общие мечты они будут ну как бы состыковываться потому что общие ну кто-то например хочет машину кто-то хочет квартиру может кто-то хочет дачу иметь может быть кто-то хочет иметь крепкую семью это все будет только не надо но я хочу сказать друг другу завидоваться ну да потому что зависть это злость ну вот ну вот ты помнишь меня допустим по улице да здесь не раз пересекались вот я бухал ну что я тоже бухаю вот но да добрый вечер вы не бы скажете здесь в магазинчик можно взять венца венца братское сердце видишь подзем подземный переход вот здесь есть подземный переход на углу вот этого дома вот это да под землю подземный переход на ту сторону выйдешь на ту сторону поверёшь влево и увидишь бристоль магазин бристоль да на той стороне да 3 то пара там по моему 89 рублей не против да у тебя пивас есть куда тебе нахер всего хорошего хорошего вечера отдыхайте все да 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 самое главное в общем жадный ты до бухла да а жадный ты до бухла до бухла я не жадный ну как тебе полторашка пива и еще ты портвень сверху нахлобучишь я ну не то чтобы жадный просто я не жадный я такой же обычный нет я имею ввиду вот до бухла вот поставьте ведро все то не выпьешь но отхлебнешь до хера ну вот смотри я вот захотел да ну у меня были была поддержка как бы да вот наши подписчики меня очень хорошо поддержали многие ругали многие там да и вот сегодня 203 день я не пью вообще это не бухло это энергетика вот то есть я захотел я не кодировался не принимал никакие лекарства не ходил к экстрасенсам он ходил курс анонимного алкоголика его короче лечили ну как его лечили всякую там философию говорили по поводу алкоголя признайся что я алкоголик да 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 значит курс анонимного алкоголика он что там прошел ну пьет он или не пьет сейчас не то что пьет он бухает то есть я с ним когда по улице шел и он такой мне а не пил он был какой-то период что после этого он не пил нет все равно он пил пиво он мне сказал слушай говорит игорек все равно надо зайти за пиво и он себе все равно купил банку пиво то есть грубо говоря но что там сказать все равно он себе понятно про друга твоего понятно все равно ты я те вот наверное ну не знаю какой много раз тебе ничего ты не хочешь поменять до своей жизни как бы тебя все так устраивает нету женщины и ладно и сердце есть бухануть хорошо нету бухануть мы найдем все равно буква вот или там отрасли у тебя ногти нету ножниц ну и ладно не будем мы их стричь лохматый и ладно и сердце ну вообще конечно ну в общем если да себе представить то есть да это как бы я как-то даже ездил в это в копте вода мне там на пляже ребята сказали что ты такой весь за ерошины но я конечно там послал один взял там какую-то доску на меня пошел я говорю я говорю о санте от меня кину меня один дурак с доской на меня пошел короче взял в эту доску но там где большая академическая берет короче доску и на меня пошло на байкале ну да на байкале слышь ты пидорас я тебя сейчас убью я пидорас да я пидорас а ты кто такой короче я говорю так я говорю я говорю так я говорю ребята я говорю я у вас я говорю в академическом пруде купаться не буду но я конечно покупался ну как так вышло короче но я там не один конечно покупаться но мы там в пруд насрали а потом короче он видит там но по пруду учета плывет короче вот такой вы все здесь насрали горит сюда я говорю я говорю мы а ты вообще когда бухой буйный почему мы тебя вызывали дома полицию полицию ну ты на брата драться кидался или что-то на брата драться я кидался нет нет а почему на тебя дома вызывают полицию она уже полиция уже в курсе нет ну вот допустим я приду домой бухой мне там скажет мама там сестра папа ну кто-нибудь саш ну все он напился ничего за то поговорим ложись отдыхать ну и все я пошел там лег и никто ничего не скажет никто не вызовет полицию а зада скажет ну чё то так вот на пилс там где-то упал кальку испачкал штаны меня видишь у меня как у меня сразу же все включено нет ну на меня не вызывают полицию почему на тебя вызывают как откуда знаешь ну что ты не договариваешь приходишь ты домой бухой и что брат вызывает полицию за что прошло что те полиция скажет приедет вот ко мне приедет полиция за домой я штраф за что ты дома 100 рублей ты дома ты дома тебе никто ничего не говорит ну и пусть выписывают эти не имеют права забрать там если ты не буянил он буянил пишите заявление скажут брату за что тебя забирать заявление там отказываюсь я не знаю короче там все равно писали заявление вызывали вызывать и забирать тебе то разные вещи вот приехала ко мне домой полиция ну во первых я могу имею право полное не открытие но если уже вызывал там твой брат да допустим он открывает им все ты сидишь у себя в квартире у себя ты там прописан правильно ну вот что тебя полиция предъявляет ваши документы пожалуйста документы вы пьяны да пьян и что они я дома я не хожу в общественном месте дома я пьян я что буянил да брат там скажет да буянил брату скажет брату скажет пишите заявление если он буянил если он там брал колюча режущие предметы если он там кидался на вас вот тогда мы примем меры тогда мы вполне основательно можем игоря забрать в отдел полиции а так они ничего не предъявить он не буянил нет не буянил а за что-то на тебя забирали ну забирали типа типа то что он там пришел пьяный где-то напился на улице а потом домой пошел пьяный и пиздец и забирали все равно бред какой ты забирали в отдел но в отделе как мне там выписывали штрафы иди отсюда туда на машине оттуда пешком ну да 500 рублей мне выписываешь штраф но откуда я возьму 500 рублей понятно что его можно и не платить понимаешь потому что тебе выписывали не штрафа рекомендацию к штрафу вот это эта бумага должна прийти к твоему участковому участковый должен отнести в суд или сам принять участковый имеет право принять решение платить тебе или не платить злостный ты нарушитель суд решает оштрафовать тебя или нет никто не имеет я в спецприемники уже был приемника что за спецприемник спецприемник это где короче ну грубо говоря тебя где 15-ти суточники до суточники я там был ребята там на ивс ивс по серой ветке внизу был это короче я тебе скажу это метро метро называется хамомники там короче район там находится спецприемник я там был менты там спецприемники которые работают в рот как нормальная то есть кормят но сколько там был я там был 15 это за неуплату штрафа это знаешь это ну грубо говоря ты там чудо пришел туда-сюда там где-то может выпил нет ты неважно что ну ты пришел там под даты это короче как тебе дают 15 суток спецприемника и все ему тебя не сажают там спецприемники тебя тоже кормят ну как бы да был я там был да 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 ну и средства приемники там конечно тоже есть люди которые там в основном сидят в тюрьмах да 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 и они мне сказали ты вроде пальцы нормально ты только не пей там в основном сидят кто водилы кто за рулем попал спины в основном вода мне потом эти менты мои районные мне сказали лучше у нас говорит ты хочешь быть у нас внештатным сотрудником я говорю им хочу ну ты знаешь что такое внештатный сотрудник знаю это мент который просто такой же как ну и все выглядит в это у него нету блатной ксивы и все но ты понял да это это то что а что они то что они тебе предлагали за внештатный сотрудник да это грубо говоря ты только лишь на своем районе только только на своем районе только при своем же отделение при своем же отделением вот например ну понятно что делать что ты должен делать значит внештатный сотрудник так контролировать например машину стоянку например там да то есть например если например там вот машина чья-то вот вот стоит за ней наблюдать это внештатный сотрудник это такой же как бы милиционер как бы да но он только без формы он в гражданском тебе в куртку ты понял да вшивают в отделении вшивают тебя вшивали до вшивали до в куртку да мне все вшили до в куртку этот как этот датчик быть я тебе как бы вот например вот мне сказали вот например ну вот мы сейчас с тобой сидим и что вот там что видеокамеры было или записывающие устройства бэйджик тебе вшивают в куртку ну или просто чтобы они знали где ты находишься в отделении до бэйджик сигнал такое переговорное секретное устройство это ты как внештатный сотрудник идешь как бы такой же но как считаешь это хорошо или плохо быть внештатным сотрудником внештатным сотрудником только на своем районе это быть хорошо охранять машины то есть грубо говоря если там ну как тебе а твои друзья знают что ты работал не штатным сотрудником они мне сказали так ты охраняешь наши машины я их послал ну конечно послал всех вот но они мне сказали вот ты волков мы в тебе в деньги даже платили а я говорю деньги короче сигарету короче ну я конечно ну только на своем районе я считаюсь как внештатный сотрудник ну что-то ты вот я понял вот смотри у тебя там прошел твой рабочий день допустим вот те сказали там иди наблюдай за стоянкой да вот слушай подожди да да я мысль договорю вот ты понаблюдал там три четыре пять часов и приходишь в участок да и что-то ты им должен рассказать или написать что-то вот как бы когда на районе появлялись у нас там на районе короче я понял находим на конкретный поставленный вопрос можешь ответить мне вот все закончится твой рабочий день ты приходил там получал задание на следующий день а как за свой рабочий день то отчитывался что я сегодня сделал у тебя полицейские спрашивают там начальник твой я говорю на районе все спокойно багдаде все хорошо да а если не хорошо вот допустим не хорошо тогда угнали чью-то машину и а были такие случаи не дай бог если они будут блять и здесь будет ты чё потому может быть там кто-то кому-то саратами сделал на машине не было такого нас там на районе две платформы 1 1 платформа рядом петровская разумовская вторая платформа это окружная вот с этих платформ люди залетные приезжают ты понимаешь там очень много не грабит понимаешь они могут кого-то грабить кого-то может быть убить кого-то может быть не знаю там но у тебя подожди хорошо я все понимаю ну смотри у тебя были такие случаи там кто-то царапал машину или проколол колесо не дай бог у меня такие номера нет но то есть то есть ты недолго проработал внештатным сотрудникам сколько сколько ты проработал внештатным сотрудникам я конечно не долго сколько недолго работать я говорю у меня не одному но подожди 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 но да ну сколько ты отработал внештатным сотрудникам ну недолго конечно но сколько недолго день 2 неделю месяц неделю но у меня было все чисто на районе от отдела быть внештатным сотрудникам все равно ты я всегда такой прямой человек понимаешь вот эти рамут как бы ты не от мира сего давай давайте как бы ну другие вопросы с твоего позволения задам вот я не за там ты был в аварии когда-нибудь тебя когда-то избивали очень сильно там до до больничного состояния но это отразилось на твоем здоровье не отразилось только потому что националисты они потом сами ну как бы отразились сами на себе ну понятно что они завлекают молодежь свои вот эти ряды а понимаешь она просто как бы иметь свою голову и не надо им поддаваться потому что если им будешь поддаваться поддаваться тогда ну знаешь но сам понимаешь чтобы не поливая потому что какая у тебя в жизни тяжелая жизненная ситуация бы не не было бы и денежным или таком варианте в любом варианте то есть да я сам люблю выпить покурить это все любят я но наркотики ты не употреблял никогда какие там наркотики лишний раз знаешь себе найти хоть что-то покушать есть есть вот эти дешевки но допустим тот же был вот этот бум в москве спайсы не курил никогда так какие там спать грубо говоря чтобы курить спать это деньги нужны а видишь как грубо говоря там дешевую пятерочку зайдешь там тебя это обычно у тебя там есть деньги или нет сам понимает а так то есть а ты учился в какой школе номер я плати на ребят здравствуйте